Доброе утро, дорогие мои! Сегодня у нас 5 октября. Как всегда, чистый полупятник, зеленик. Вот, минералку положим сюда. Так, конечно, не высыпал. Уже все. Да, это минералка от Гагик. Как его делать, есть в моих советах. Кто хочет такое, можете сам делать. Ничего не стоит, но очень много помогает. Ну, видите, как они едят. Все это, опять же, я не рассказываю, а говорю и показываю. Понимаете? Вот если рассказываешь, не обоснованно, ну, просто рассказываю, да, вот это так, это так, это так. А есть показываешь и говоришь об этом. Это совершенно другое. То есть есть реальность, вот это реальность, а есть виртуальность. Ну, реально, видите, что-то валится. Сегодня еще хочу еще показывать. Геннаджан обрадовать одним разом. Мы же все прекрасно знаем, что первые яйца, голубки, ну, желательно убирать, подложить другие яйца. Почему желательно убирать? Потому что они в основном неполноценные. Первые яйца у голубок в основном неполноценные. Маленькие такие, недоразитые, вот это, да. Но бывает исключение, какое-то исключение. Сейчас покажем, что творится. Вот это у нас не пей, не пей, не пей, не пей, не пей. У тебя еще истик хороший. Ну вот, понимаете, гены, гены, дорогие мои. И вот смотрите, какие крупные яйца. Обе в крови, конечно. Надорвалась, бедолага. Хе-хе-хе, надорвалась. Помните-то мое. Помните, помните. Вот видите, понимаете, ну, ну, что еще надо, понимаете? Что еще надо? В небе обалденный. Цвет обалденный. Чистая, натуральная мать. Сизыковая. Головка. Да еще и, видите, защищает яйца. Снесла яйца. Ну, все одни плюсы, ни одного минуса. Как бы вот так. Так, сегодня я буду проверять для Эдгара молодежи, для Эдгара молодых. Эдгар попросил еще красного. Вчера я не мог показать. Эдгар, да вот он. Чисто красный. Это вот родители. Папа, лобик чей, а мама белая. Ну, это вот те родители, которые постоянно садятся. Воруют у меня, там корм воруют. Это вот спаднях. Так, ну, одновременно для нее я тебе еще отправлю. Ну, это должна быть голубочка. Это красненькая, не такая красная, как она. Как тот, как голубь, но все равно красненькая. Вот здесь спаруешь там вместе. Вот это голубь. А этот от черного чубатного сына и от кофейной дочки. Папа черный, а мама тоже черная. Вот она вышла красная. Почему красная? Потому что мать, это дочь. Помните, у меня в старой кофейной головы поставили вот так волоклышками сенью. Вот ее дочь. Сейчас мы перейдем пойдем, что я буду. Давай, короче, по 17 штук я пошел. Значит, трое от Арсена. Голубочка. Это, ну, Арсеновские голубочки, пары там, вы знаете. Вот она, голубочка, вот это с шахматным хвастом. Это мамочка и папа, где папа, внук старика, шеечка. Ну, куда делся? Куда ты делся? Ну, наверное, папа, внук старика, скорее всего. Вот от них у меня есть вот этот один. Это в этом году оставил такой бородой. Одно пюре. Вот этот один, а этот второй, это постарше. Это два года. Один белый, а второй шахматный. Там хвост он. Это от Арсеновской пары, да. Потом, значит, куплено. Вот этот красивый, 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 да? Вот он. Вот это чудо. Вот это чудо. Ну, этого я сегодня с улицы выпущу. Мне кажется, он дотянет. Думаю, дотянет до крыши. Должен уже. Должен. Рановато, но должен. Наверное, еще и одна гнездка. Одна гнездка чубатенький. Малышок тоже выпущу вместе, скорее всего. Так, значит, от Белокрылова, значит, один красный чин. Вот он, помните, вот так вот, красный, вот сейчас чинь обстануется. Второй желтый чинь, желтый чинь, вот это вот пастырьки выпускал. Да, ну, кстати, в вчерашнем ролике мы видели, как прилетели. Чинь, вот это вот, значит, один, вот этот, второй, вот этот начинает тоже светлеть. С головы начинает светлеть. Ну, тоже такого же типа будет. Так, это вот эти. Так, значит, потом от желтого чиля. От желтого чиля. Мама, вот она, красная, тоже от лобик чиля. А папа, вот она, старого чиля, сын. Значит, тот у нас тоже начинает светлеть с головы. Где ты? Где ты, где ты, где ты? Убрали ликовушку. И сами же испугались. Сами же испугались. Так, ты куда делся? Такой тоже. А, вот он. Вот этот. Тоже будет чилен, будет светлеть. Потом от бородача. Вот он, здесь борода, есть бородач. Вот он. От него, значит, у меня чирка. Ну, это тот песку, который, помните, я с магазина. Даже с улицы не выпускал с магазина. Значит, даже с 500 метров выпускал, три штуки. Вот двое прилетели. Один из этих двух, вот он. Тогда был черным. Сейчас, видите, уже чилен стал. Так, и тут вот этот. От серого мрамора. Значит, одного оставляем Карену. В общем, голубочку, ну, который поменьше, отправим Эдгару. Вот это один, это второй. Ну, который поменьше, будет голубочка. Второй раз на Карену. Кстати, сейчас покажу своего чудика. Я-то думал, она, это, думал, голубкой кинул пароваться. И вот, видите, кошку. Вот, сейчас начинает расти. Господи, какие цвета. Вот это, мраморный кутул. Богатый. Сказка. Это вот, тоже для Карена. Это никому не отдам. Значит. Потом, значит, от красного сына. Вот это мама, а райковская голубочка. Мраморная. Вот она. Вот это вот. Потом, значит, от красного голубя. Где он такой? Красный Акбашик. Он обычно вон там сидит. На этом, на коробке сидит. Малышок. Это тоже из этих последних шпингалетиков. Вот он. Вот этот красный Акбашик. Потом от белокрылого двое. От белокрылого сына, чили. Вот это сын белокрылого голубя. Значит, от него есть один черник. И тоже чилем станет. Ну, вот эти последние двое. Один шахматным хвостом. Второй вот этот. Вот один вот этот. У нас головы начинает свететь. А второй такой шахматным хвостом. Это одноглезки. Вот этих двух. Потом, значит, от гати. От гати. Два белокрылых. Один вот этот. Черный белокрылый. Второй дикарь белокрылый. Где-то вот он. Такого цвета. Родители. Это, да. Мама хамут шеечка. Папа с шахматным хвостом. Черный шахматный хвост. Сейчас посмотрю, где они тут. Вот это мама. Так, это мама и баба. Да, это мама. Баба такая же хамут шеечка. На, папа шахматный. Папа вот этот. Нет, нет. Так вот. Черный шахматный хвост. По стариковской линии тоже идет. Тоже здоровый голубь. Это вот сладенья. Ты что, уже и в голубят не бьешь? Дурачен. Это вот оквашек, я делаю. Одна гнежка у тебя. Блин, голубя от не бьет. Ну, все. А ну, это гнеллорские. Это ничей. Так, потом отлодник челяну сказал. Красно, да и два красных. Сейчас я вот эти. Сколько получается? Восемнадцать. Восемнадцать. Я еще как бы захотел. А! От этого. Ну, одна гнежка. Значит, девятнадцать шлюк я сейчас поймаю. Свои гнежки. Посмотрите, что они покажут. Это вот, когда первый раз собачки поводок надеваешь, или на мордник дергается. Вот, первый раз вот чебатеньки. А так, пасеки этот. А вот, какая-то сияла. Не нравится их клетки. Пейте, малыш, буянит всех. Толкает. Дайте место выходить. Не хочу я тут. Сейчас выйди в выпуске. Пойди ты чуть-чуть. Так, дорогие мои. Ну, я только заметил. У меня один, оказывается, остался. Вот на улице. Не знаю, эта шейка какая-то чернохрустая. Кто такой, не знаю. Ну, мы сейчас начнем, наверное, самых-самых маленьких. Вот этих красавцев. Я выпущу, что посмотрю, они полетят или не полетят. Эм, умеете летать? Эдгарджан, их несколько, этого, несколько дней надо будет. Что? Не дотянешь? Не дотянул. Несколько дней надо будет этого. Покормить салукин, потому что их родители кормят. Сейчас второго посмотрим, как он второго. Если пропадут, я не виноват. Ну, думаю, мы должны пропадать, как бы. Должны будет долететь. Это сугубо мое мнение. Так, ну, сейчас начнем из этих мелочевок. Это вот желтенький чили. Это вот последний пешалки. Вот этот один. Красного оглаша сейчас выпустим. Альбасик, иди сюда. Вот это скворца. Опять его выпустим. Потом, кто тут из мелочевки. А, ну, это тоже из мелочевок сейчас. Это от черного чубатого сына. У него шикарный бой должен быть. А, уже бьет. Уже бьет. Уже и бьет. То, что бьет, я первый раз уведел. Да и второй тоже, красный огбаш, тоже переворачивает. Ну, огбаш тогда и на хвост подал переворачиваться. Они вот, вместе с красным огбашем, ровесники. Видите, дорогие мои, пешалки. Ну, только перестали. Пешает уже и бьет. Так, сейчас от Арсеновского. Вот будет, ну, вот белый. Один. Вот так, подожди, я, по-моему, шахматного хвоста не поймал или не поймал, не знаю. Ну, не поймал, а вот он шахматный хвост поймал. Вот он. Это второй. Вот этих двух береги хорошо. Кто такой Арсен? Ну, горесинцы даже из поскевичей очень много знают. Гастумян Арсен. Внук сам был обижене. Гастумян. Ну, папа Норик зовут. Гастумян Норик. Такой очень хороший бог. В честь его держу этих голубей. Так, ну, эти двое пока сидят. Так, типи, значит, ну, это у нас от этого серого мрамора. Вот эти и поздно, белый бой. Хотя нет, это уже берет патруль. Это второй мрамор. Ну, красный мрамор. Красный мрамор. Вот так. Вся блинкий, конечно. Ну, красный прям молодец. И от больших тоже молодец. Иду, спасибо. Так, теперь. Теперь, теперь. Значит, это вот чель от бородача. Это голубочка уже. Не гляжа. Нам же показывает сюда голубочка. Вот она. Еще одна пешалка от бела корового сына. От челя вот так вот шахматным хвостом. Это один пешалка от последней, который проверял. А второй черный. А нет, это не он. Это черный. Иди сюда. Ну, хвост. Поменяет, будет красивый длинным голубем. Красивым длинным голубем. Так, значит, это у нас белокрылые, это же блинки. Одногнездки, один черненький. Ну, крылья короткие. Видите, маховые перья еще не выросли. Но летают. Вот что-то за дикарит. Вот как летает. Ни хвоста, ни крыла, ни хвена налетят. Хоп, блин, на хвостик падает. Это вот одногнездка. Это одногнездка. Это у нас от красного белоголового. Вот один, вот он начинает светлить. Второй брат, вот он, белоголовый. Да, вот. Пока дикаром идет. Это вот второй брат, брат, дик. Поднимается они потихонечку. Так, значит, это у нас от желтого чая. Тоже он с головы должен светлить. Папа шикарный стал. Он тоже тянет прямо хорошо. Видите, как тянет. Оп, уже и бьет. Ой, красавец. Ох ты, красавец. Видите, это песко. Это песко, дорогие мои. Он еще 150 раз будет выравнивать. Так, это от белокрылого. Папа дубасит во всем. Но он, по-моему, еще боя не показывает. Вот этот чин. Ну, зато красивый какой. Ну, это вот наш мастевый красный. Ну, этот дубасит вообще-то, но по настроению. То он раскрывается, то туркует. Как сейчас поведет он себя, я не знаю. Это от лобик челя. Вот он уже. В один момент он будет в забое. Потом, потом туда ушли бы. В эту сторону. Ну, не так даже. Сейчас клетку повешу, выйду. А вот он. Выйду и поснимаю. Так, где вон два красавца сидят. Так, я еще и того, который на крестовине сидел, сорвал. Этот тоже кукленыш был чубатый. Чубатый, шелочка. Сейчас попробую снимать их в небе. Так, где он? Ну, по-моему, он уже улез. Да, по-моему, улез уже. Так, куда ты делся? Так что? Я тебя увидел. Ту, блин. Так, это нет. Красненький. А, вон он, вон он. Опять улез. Или нет? Не знаю. Так. Ну, видите, по-моему, они. Где вон двое? Вот раз, два. Уже скоро будут мелкаться. Раз, два. Вон третий. Чуть ниже. Красненький. А, четвертый. Пятый, вот шестой, вот седьмой, вот седьмой, вот седьмой, вот этот уже и так. Да, от Челябалокарного. Как бы, как бы вот так. Вот, а никто любит высоко смотреть. А вот он, шеечка, вот он сейчас-то там, вот он стоит, тянет. Эльгар Джан, это вот тот, который вчера выпустил я. И отца выпустил, и брата выпустил. Эти куклёныши, то есть, вот дядя вот этих пищалок. Вот так. Как бы. Так, ну, те уходят уже. Вот они. Мир, Мир, Галагам, Меба. Эльгар, шестивого вагона. Так, посмотрим, может чуть позже, еще чуть-чуть поснимаю. Вот они. Так, ну, чтобы вот эти не пропали пищалки. Я сейчас, скорее всего, пойду голубятни открою. Пусть родители выйдут, они полетят к ним. А то они бедолаги. Не знают, что делать, да, малышня? Не знают, что делать. Ай, красавцы. А здесь жутёк там, как ваш. Так, дорогие мои. Сейчас дверь откроем, кстати. Тоже выйдут. И чтоб пищалки наши не пропали. Этих сейчас чуть поснимаю. Протерем сейчас максимально. Вот видите. Вон раз, вон один, вон туда. Вон третий. И остальные хрена знают. Ну, моя птица летит разнообразно. Она не летит стайкой. Я стремлюсь, чтобы у меня были одиночки. Я люблю одиночные голубей. И люблю я стаю. И придерживаюсь к этому. Вот они. Видите? Так, это не шеечка? Шеечка, да. Это шеечка. Мы сейчас посмотрим, как он сядет в буй. Какой буй покажет. Вон, вчера не спустился. Я это домой. Заходим на представение, за чего. Геннаджан, это твой кукрёныш. Посмотри. Солнце опять. Любят они летать со стороны. Солнце. Невозможно снимать. Ну, давай, остановись. Остановись. Покажи. Сейчас он встанет и будет тянуть. Именно выход столб. И потяжка. Именно выход столб у него. Это вот. Чтобы вам определить, отличить столб от тяги, от потяжки, голубей. Голубей надо смотреть в небе во время лёда, а не в этот. Не тогда, когда вы от земли отрываете. На него всё. Даже и бить не будешь. Даже и бить не будешь. Давай. Не позорь. Не позорь себя. Ты же шикарный бьёшь. Вот засранец. Не хочет и всё. Не хочет и всё. Это, помните, это тот же голуб, который в жару был, август месяц, когда я его выпускал, он пошел, упал на дерево. Это этот же голуб. В тот момент он ушел за бой. Это из зимних Пескунов, который всю зиму я гонял, потом он резко бой взял, перестал летать, но сейчас, как видите, летит. Только почему-то боя не показывает, засранится. Чудо! Он тянет, но не показывает. Сейчас камеру уберем, от него начнет бить. Камеру на него будем держать. Что-то задикарили. Задикарили. Походу опаска какая-то. Остановись, дурин. Опять тянет себя вверх. Не хочет и все. Но не хочет и все. И очень много боя и жесткого боя. Но сейчас, как видите, ничего не показывает. Не хочет показывать. Такое ощущение как будто... Ну, в принципе, по стойке-то видно, вот он встал и тянет, 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 но не бьет. Выход дает, но не бьет. Хе-хе-хе-хе-хе. Отдолжим бить. Отдолжим бить, засранец. Видите, опять приподнимается. Скина какая-то. Походу, какая-то опаска была. Это кто? Это не он. Это снизу сорвался чернохвостый. Нет, это не он. Он часто бьет. Что-то ни в какую. Это чернохвостый снизу. Сейчас тянет. Это тяга, это не выход столб. Потяжку бьет. Вот эта вторая чернохвостый бьет потяжку. Останавливается и тянет. А вот выход столб, он ныряет и вертикально себя тянет, 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 тянет. Потом только шелчок. Ну, вон, сучонок тянет, а не бьет. Выход дает, а не бьет. Сейчас буй не показывает. Опять дикарь пошел. Смотри, что вытаряется. Что там? А, вот там. Что? Чего? Это что там? Это дико, что ли, вот этот? Который. Ну, да, походу, этот вот недавно был у меня. Было пять дней. Видите, структура крыла у них дугообразная. Не та, как у наших голубей. Вот, у нас сразу. Они от них тоже шарахнут. Ну, ты будешь бить или нет? Не хочет и все. Не хочет и все, блин. Ну, что ж такое? Эй, засранец. Ты что, бой забыл? Не хочет и все. Ну, тянет, но не бьет. Ну, не бьет. Вот ты, сволочь. Вот ты, сволочь. Берзит он. Не, не хочет. Не хочет. Ну, этого голубя я часто показывал. Очень часто. Он прям винтом уходит. Даже сейчас ничего не показал. Вот оторвал, он ничего не показал. Так, бог с ним. Миру мир, голубям не пофигай, не эти дорогие. Ну... Ну... Ни хрена. Там одна мелочь бьет, а он ни хрена не хочет и все. Все, да опять декарь поперли. Это от красной. Опять декарь поперли. Вот те двое, скидывая сверху себя. А не челенок. От бороды. От бородача. Ну, а ты будешь показывать, дурень? Короче, тоже не хочу. Ну, стрессы летят. Видите, летят стрессы. Что-то не хотят показывать ничего. Даже вон, чернохвостая, наверху била, сейчас перестала бить. А внизу она должна бить. Так тоже бывает. Не всегда получается показывать того, чего мы хотим показывать. А вы тут умеете бить? Или тоже не умеете бить? Вот многие вот этот называют свечу. Вот как сейчас вот она сорвалась и вот пошла. Да, вот считают, что это свечу тянет. Это не свеча. Снизу, когда вы поднимаете, это не свеча. Вот она сейчас как только на круг пойдет выровнять. Вот сейчас уже выход столб дает. Видите? Вот остановился, на круг пошел, выход дает и тянет. Вот это выход столб называется. А так даже голуби, которые бьют в ленту, вы можете оторвать от земли. Вот он встал и на спину пошел. Но это не выход столб. Канаджан, это твоя чудо. Эдгар вот его хотел. Это черногостая чудо. Это уже долго получилось, дорогие мои. Мир, мир, дваган, небо. Опять вон диккарить начали. Опять диккар пошел. Удачи всем.